уважаемые инвесторы 8 марта 24 года на экране инвестиционная пара золото к юс доллару x а у с доллар так дневной фрейм смотрите здесь произошел пробой якобы пробой сопротивление почему якобы сейчас я вкратце объясню вот здесь очень сильное сопротивление на отметке две тысячи там семьдесят две тысячи пятьдесят сильное сопротивление вот и цена пробила данное сопротивление и якобы собралась вверх вот смотрите данная ситуация это просто напросто искусственный рост будьте внимательны понимаете этом я не знаю пока не могу сказать к чему это ну почему это происходит что да как меня особо там новости не интересует но новости появятся когда цена начнет падать вот а перед сильной коррекции естественно нам нужно загнать сначала людей ну максимальное количество людей в этот актив чтобы но люди естественно там поверили и сказали да все вот и ну там покупаем золото золото то есть сейчас пытают пытаются запутать лангистов которые чуть-чуть не досчитали ну или так сказать просчитались да то есть они сейчас кто-то сейчас подумают что все сопротивление пробитые все но кроме сопротивления нужно учитывать вообще сам график вот на сам график движение цены его вот смотрите я я не зря его вот так вам показываю нужно понимать где господствующий тренд вот что показывает стахастик где деньги лежат на рынке понимаете к где незавершенные контракты так скажем что показывает макдак вот что у нас с дивергенцией там как у нас движется и мааа 200 на вот и далее но уровень фибоначчи играет конечно очень важную роль вот и здесь я только что заметил что золото скорее всего придет к отметке 2 400 с большой вероятностью далее играют роли значит уровне горизонтальные уровни там поддержки сопротивления либо вот такие допустим на там как они называются это по-русски я извините не нет ним не помню так я по-немецки многие слова в голове крутится потому что я здесь учился так далее паттерны обязательно нужно все учитывать вообще да вот и так здесь да здесь был паттерн на рост вот здесь был паттерн на рост и поэтому в принципе можно было оказывается ожидать роста так цена далее японские свечи нужно учитывать и волновую теорию эллиота вот и все вот это когда сложить можно прийти вообще просто спокойно к выводу что вот этот рост это просто-напросто искусственный рост вот и цена сейчас я вам скажу она вообще с большой вероятностью она сделает очень маленький такой отскок наверное вот а хотя кто его знает то есть возможно она и несколько там дней как-то вот короче я не исключаю того что цена придет к отметке 2 300 до либо даже затронется отметки 2 400 там 2 2 400 вот тут приблизительно вот здесь у нее вот здесь у нее такое это скажем такое но это не сопротивление я бы даже не назвал это сопротивлением это просто линия сопротивления но она но до нее так скажем цена чисто вот математически чисто физически там технически с какой бы стороны не посмотреть она сюда не должна была прийти то есть вот здесь вот здесь уже всех обманули получается ну вот здесь уже лежат незавершенные контракты да почему потому что здесь уже все встали в шорт вот и естественно все уже те кто знают что цена должна падать они встали в шорт те кто не знает что такое шорт шорт это когда вы значит хотите заработать на том зная что цена какого-то актива будет падать да там вы в долг берете у брокера часть активов потом ему эту часть отдаете а заработанную прибыль разницу вот эту в прибыли да вы ее себе оставляете вот и здесь вот все встали там многие стали в шорт они уже знали а вообще вот здесь встали в шорт не здесь я сейчас вот неправильно потому что вот здесь происходил на отметке это было приблизительно так это было приблизительно так скажем вот здесь цена дотронулась и скорее всего вот здесь уже начали вставать шорт это было 1 августа 23 года уже начали вставать в шорт и уже понимали что все уже потихонечку пойдет цена вниз да даже вот когда вот здесь цена отскочила вот сюда она пришла вот здесь еще раз люди встали в шорт это получается ноябрь 2023 года вот ну и вот получается вот этих людей а их очень много вот их получается по русски сказать лоханули да вот далее цена пошла вверх это не страшно то есть не нужно вдаваться вот не нужно думать что все так будет красиво продолжаться по золоту это вот мне тут даже мне даже не нужно знать сейчас глобальных там каких-то я не знаю изменений даже если кто-то сейчас напишет в комментариях скажут что да вот да ты что да там там центробанк вот это придумал вот это придумал понимаете вот эти все новости они создаются чисто для того чтобы вам всем дать так скажем ну лживую информацию потому что никто не заинтересован майкет маркет мейкеры банки центробанки никто не заинтересован в вашем выигрыше никто никому не интересно чтобы вы заработали согласитесь или просто каждый из вас взрослый человек который торгует вы должны понять что никому это не нужно вот вы должны потерять свои деньги вы для этого приходится поэтому учитывайте рост возможен вот но даже пофантазируем что мы придем сюда и вот отсюда скорее всего тогда может произойти так что цена там подержится какой-то может быть момент да вот и просто камнем полетит вниз и и все и уже она так сюда она не дотронулась вот этого то есть она вот сюда должна будет камнем прилететь вниз вот вот сюда к отметке 1840 то есть вот это ее получается такая сейчас следующая отметка куда она должна будет вот она может и без теста прилететь потому что здесь уже тест был то есть никого особо не интересует вот поэтому она может взять и просто отсюда взять всех завалить спокойненько вот тогда то есть вот она не обязана никому ничем вот и все естественно вот это дело подвязано под многие другие акции допустим российских компаний американских компаний то есть пока золото растет очень многие другие акции они сейчас просто-напросто не могут вырасти в цене до либо даже чуть-чуть падают либо намного падают вот это все взаимосвязано и вот когда вот этот произойдет момент вот тогда уже эти акции пойдут в рост вот а те бумаги которые вместе золотом сейчас растут они просто тоже будут падать вот потому что там есть по многим активам есть такая связь да вот поэтому придут какие-то новости расскажут что-то будет что-то плохо мне кажется мне кажется чисто моя такая интуиция подсказывает что вот вот здесь сейчас происходит агрессивный набор пассажиров просто агрессивный смысле там я не знаю сейчас где-то наверно крутят рекламу банки где-то пишут ребята да вы чё золото растет она пробила все максимумы знаете банк же он такой из себя строить типа ту тупую ослицу или глупую овечку какую-то да они говорят у ребята да вы что золото пробил никто же вам не сказать ребят будьте аккуратно золото находится на максимумах и а цена ему и вообще-то мне не знаю там 700 баксов это минимум как минимум сейчас кто-то посмеется но давайте потом через полтора через два через три года посмотрим это видео потому что это же как нет прогнозы вам мою понимаете они срабатывают они не послезавтра вот здесь время нужно вот по евро к доллару вообще там все красиво идем пока вот и поэтому вы потерпите прежде чем там писать какие-то комментарии я никому не собираюсь делать ничего хорошего я никому не перед кем не хочу там и не знаю что то кому-то доказывать вот просто те которые меня там давно смотрят они поймут что нужно набраться терпения потерпеть посмотреть все и просто-напросто сейчас вообще что-то трогать опасно биток золото и какие-то многие другие акции если вы не понимаете движение графика там как она куда пойдет цена опасно просто-напросто трогать активы очень многие вот поэтому мне кажется к чему-то готовится и россия готовится и там еще кто-то готовится вот то есть плохие новости ожидайте в любом случае вот всем давайте гигантских профитов уважаемые инвесторы если и вы инвестируете в акции россии сша гонконга криптовалюта металл и валютные пары то подписывайтесь на телеграм youtube тик ток и инстаграм канал и так как каждом канале разные одновременно полезная информация с помощью которой вы сможете спасти свой капитал приумножить а даже зависимо от стратегии удвоить или утроить свои деньги